Глава тринадцатая, часть вторая. «Привет!» – окликнул меня Райан с дивана, как только я переступила порог. «Привет!» – отозвалась я, ставя сумочку на комод в прихожей. «Напомни мне, в котором часу прилетают твои родители?» «Их рейс задерживается», – ответил он. «Скорее всего, они будут здесь после одиннадцати». «О, я их дождусь, но тебе не обязательно составлять мне компанию. Я знаю, что у тебя была тяжелая неделя». Я кивнула, благодарная за возможность скрыться наверху. «Эй!» – Райан снял с коленей ноутбук. «Около часа назад кто-то звонил из Харборовью. Оставил для тебя сообщение. Что-то насчет центра для пациентов с травмой мозга». У меня вдруг вспотели ладони. Почему они позвонили на домашний номер? И только тут я вспомнила, что именно этот номер указан в наших чеках. «А-а-а-а!» – отделалась я восклицанием, пытаясь сообразить, что сказать Райану. «Я записал номер». Он взял с кофейного столика клочок бумаги и передал мне. «Надеюсь, это не у тебя травма мозга, о которой ты мне ничего не сказала?» Райан рассмеялся. «Полагаю, это опять связано с Сиэтл Геральт». «Да», – солгала я. «То есть нет, конечно, у меня нет травмы мозга». Я нервно рассмеялась. «Иди ко мне», – позвал Райан. Я устроилась рядом с ним на диване. И он переплел свои пальцы с моими. «Я только что выяснил, что почти всю следующую неделю мне придется провести в Портленде», – сказал Райан. «Мы достигли самого важного этапа в проекте для площади пионеров. И детали слишком важны, чтобы обсуждать их по телефону». Он сжал мою руку. «Рабочая неделя будет короткой из-за дня благодарения. Возможно, ты могла бы поехать со мной. Я знаю, что ты предпочитаешь пляжный отдых, но мы могли бы погулять вдоль реки. Ты бы писала статью, пока я работаю. Перемена обстановки пошла бы тебе на пользу». Я не знала, что ответить. Мне одновременно хотелось и не хотелось ехать. Но я не могла. Я нужна была Кейду. Во всяком случае, до тех пор, пока он не поселится в своей новой квартире. «Мне бы очень этого хотелось», – ответила я. «Но на следующей неделе я не могу». Райан убрал свою руку и резко встал. «Понимаю». По его тону было ясно, что он ничего не понимает. Он направился к входной двери. «Райан, прости, я...» «Я понял», – он снял с вешалки поводок Эдди. «Выведу пса на прогулку. Скоро вернусь». Райан встретился со мной взглядом. «Я знала, что он чувствует, что со мной что-то не так». «Все в порядке», – он застегнул на куртке молнию. «Но я-то знала, не все в порядке. Ничего не в порядке». На другое утро я проснулась раньше Райана. Тихонько оделась и ушла, чтобы не беспокоить его родителей. Даже Эдди спал слишком крепко, чтобы заметить, как я выхожу из дома. Я поставила машину в гараже медицинского центра «Харборовью» и поднялась на пятый этаж. Мое сердце колотилось, когда я взялась за ручку двери. Но, войдя в палату, я буквально налетела на мужчину с цветами. Белые гвоздики и надувным шариком с надписью «Выздоравливай скорее». «О, простите, пожалуйста», – сказала я в замешательстве. «Должно быть, я ошиблась с палатой. Я ищу пятьсот вторую». «Это пятьсот вторая палата», – ответил мужчина. «Мою жену перевели сюда после операции». «Вашу жену?» Я заглянула ему через плечо и увидела женщину средних лет с короткими темными волосами, лежащую на той же самой кровати, где накануне я оставила Кейда. Она держала в руках пульт управления и с досадой смотрела на экран телевизора. «Билл, как эта штука работает? Ты можешь позвать сюда медсестру?» «Извините». Я выскользнула в коридор и направилась к сестринскому посту. «Возможно, его перевели. Возможно, он на другом этаже. Прошу прощения», – обратилась я к медсестре. «Я ищу Кейда Макалистера. Вчера он был в палате 502, но теперь его там нет». «Ваш друг ушел», – сказала женщина. Я недоуменно посмотрела на нее. «То есть как ушел?» Она пожала плечами. Сбежал среди ночи. Сестра из ночной смены зашла к нему в три часа утра, чтобы дать обезболивающее, но его уже там не было. «Как вы могли позволить ему уйти?» – воскликнула я. «У него повреждение мозга. Он не понимает, что делает. Кейд не знает, кто он такой». «Мэм, это больница, а не тюрьма», – парировала медсестра. «Мы не можем заставить людей остаться. Если они хотят уйти, они уходят». Я вздохнула. «У вас есть какие-то мысли насчет того, куда он мог пойти. Хоть какие-то предположения». Женщина опять пожала плечами. «Возможно, он вернулся на улицу». Она снова занялась бумагами, с которыми работала. «Они все туда возвращаются». Медсестра продолжала говорить, но я ее уже не слушала. Я побежала к лифту. Весь день я потратила на поиски Кейда. Я без конца бродила вокруг торгового центра Уэстлик, проверяла каждый переулок, каждый тротуар. Потом я отправилась на площадь пионеров, заглядывала в приюты, кухни с бесплатным супом. Но его нигде не было. К трем часам дня, измученная и потерявшая всякую надежду, я направилась в редакцию «Сиэтл Геральт». Войдя в свой закуток, я рухнула в кресло. Проходившая мимо Джен заглянула ко мне. «Кого я вижу?» Мне жаль, что я так долго отсутствовала. Но тут на меня нахлынули эмоции, и я закрыла лицо ладонями. «А мне жаль, что тебе приходится проходить через все это». Она села. «Ты теперь готова написать об этом?» Я покачала головой. «Это слишком личное, Джен». «Да», — согласилась она. «Но именно это придает истории изюминку». «Ох, Джен, я не представляю, что делать». После того, как я держала лицо при Райане, оказалось, что настоящее быть гораздо приятнее. «Приближается день благодарения», — продолжала Джен. «Давай закончим серию статей о площади пионеров и посмотрим на это дело глазами Кейда». «Не знаю», — ответила я. «Нет, знаешь», — решительно заявила Джен. Я рассказала ей о пребывании Кейда в Карбервью, о том, что он оттуда ушел. «Ты его найдешь», — сказала она. «Не может быть, чтобы ты нашла его через десять лет только для того, чтобы снова потерять. Судьба не такая злюка». Я попыталась улыбнуться. «В конце концов, все будет так, как должно быть». Джен внимательно посмотрела на меня. «А теперь найди Кейда и напиши что-то такое, чем вы оба сможете гордиться». Ее слова одновременно успокоили меня и выбили из колеи. «Простите за опоздание». Я торопливо поцеловала Райана и быстро села в кресло в ресторане у герцога. Его родители, Беннет и Мелинда, подняли на меня глаза, и я мгновенно потеряла почву под ногами, как бывало в тех случаях, когда мне предстояло выступать на редколлегии. Было десять минут восьмого, и хотя я вышла из редакции с большим запасом времени, я задержалась в пробке дольше, чем рассчитывала. Несколько недель назад, когда я только узнала о предстоящем визите родителя Райана, я планировала надеть новое голубое платье, которое я недавно купила в универмаге «Нордстрам». «Нордстрам», уложить волосы и даже накрасить ресницы. Но сегодня поиски Кейда отняли у меня все силы, и я оказалась в ресторане в джинсах и белой мятой сорочке на пуговицах сверху донизу. Я вздохнула и попыталась пригладить мокрые от дождя волосы. «Здравствуй, дорогая!» Мелинда послала мне воздушный поцелуй. Она выглядела безупречно. В бежевой двойке из кашемира и черной узкой юбке. Идеально уложенные белокурые волосы заставили меня остро прочувствовать беспорядок на моей голове. Беннет улыбнулся. «Рад видеть тебя, Кайли!» «Извините за некоторую растрепанность, но я прямо с работы», — сказала я. «Тяжелый день?» «Да», — Райан гордо улыбнулся. «Кайли сейчас занята очень важным репортажем для Сиэтл Геральт. У нее масса полезных идей о том, как помочь городским бездомным, оказавшимся в центре проектов реконструкции городских кварталов. Мой репортаж заставил меня побывать в таких районах города, которые я никогда не видела. Мне хотелось им все объяснить, но сил у меня совсем не было». «Что ж, это замечательно!» — подхватила тему Мелинда. Она явно не желала вести серьезные разговоры. «Вы к нам надолго?» — спросила я, думая о Кэдди и обо всем остальном. «Всего на две ночи, а потом улетаем в Атланту», — сообщил Беннет. «В эти выходные Мелинда устраивает там вместе с подругой благотворительный бал. «Деньги пойдут на исследования нарушений мозгового кровообращения», — пояснила Мелинда. «Мне пришло в голову, что такой мастер по сбору денежных средств, как Мелинда, могла бы многое сделать для бездомных Сиэтла. «Возможно, у нас с ней куда больше общего, чем я готова была признать». «Это великолепно, мамочка!» — просиял Райан. Мелинда улыбнулась сыну. «Это мое призвание. Как обстоят дела у фирмы? Что с финансированием площади пионеров?» — спросил Беннет у Райана. И тут же отец с сыном погрузились в приватный разговор о том, как их различные деловые интересы переживают рецессию. Мелинда повернулась ко мне. «Ты выглядишь усталой, дорогая. Ты слишком много работаешь». Я выдавила из себя улыбку. «Я тоже пытаюсь помогать людям моими статьями, хотя порой мне кажется, что меня никто не слушает». «Что ж», — глазами Линды сузились. «Возможно, после свадьбы ты могла бы заняться волонтерской работой. Райан зарабатывает достаточно. Вам обоим хватит. Ты могла бы помогать людям напрямую». Подошел официант с бокалом для вина и тут же наполнил его из дорогой на вид бутылки, уже открытой и стоявшей на столике. «Но я действительно люблю свою работу», — сказала я и отпила глоток. «Но, дорогая», — продолжала моя будущая свекровь, «а как же дом, семья? Ты же вряд ли захочешь работать после того, как родится ребенок». У меня запылали щеки. «Я не могу представить себя без работы». Мелинда расправила плечи и жеманно сложила руки на коленях. «Я ни минуты не сомневаюсь, что ты найдешь много радости и удовлетворения в том, чтобы быть женой и матерью. Поживем, увидим». «Райан, дорогой, а куда вы поедете на медовый месяц?» Он промокнул губы с салфеткой, потом снова положил ее на колени. «Мы были так заняты работой и об устройствах нового дома, что у нас даже не было времени поговорить об этом». «Кайли, ты куда бы хотела поехать?» «Знаешь, куда мы могли бы отправиться?» Я улыбнулась Райану. «Куда?» «В Бексур». Мелинда ахнула. «Бексур?» «Да», — подтвердила я. «Там очень красиво». Райан удивленно посмотрел на меня. «Забавно. Я не знал, что ты там бывала. Когда это было?» «В прошлой жизни». На этот раз улыбка у меня получилась вымученной. Мелинда посмотрела на Беннета, потом покачала головой. «В наши дни это было излюбленным местом хиппи. Такого пляжа, как там, нет нигде», — сказала я. «А почему бы не отправиться в Париж?» — продолжала Мелинда. «Или в Венецию. Мы с Беннетом просто обожаем Венецию». «Мама», — заговорил Райан, «легко уловивший мое настроение. Мы с Кайли обязательно спланируем потрясающий медовый месяц. Не стоит беспокоиться». «Как скажешь, дорогой, но Бексур — это так банально. Там познакомились мои родители». Мой голос прозвучал не обиженно, а мечтательно. «О, я не имела в виду, я понимаю», — быстро ответила я. «Я не жду, чтобы это место было особенным для вас. Но для меня оно именно такое». Принесли ужин, и наша беседа перетекла в обсуждение утки и завернутого в пергамент палтуса. Когда тарелки опустили, Беннет оплатил счет. Они с Райаном попросили их извинить и скрылись в мужском туалете. Мы с Мелиндой остались ждать у двери ресторана. «Приятно видеть Райана таким счастливым», — обратилась ко мне будущая свекровь. «Она долго смотрела на меня, и я поняла, что ее слова — это не наблюдение, а предупреждение, то есть имелось в виду совсем другое. Мой сын счастлив, не вздумай это испортить, не сделай ему больно». Беннет и Райан вернулись раньше, чем я сумела ответить. Райан обнял меня за талию, и мы вышли на улицу. «Я оставила машину чуть выше на улице», — сказала я, когда Беннет протянул парковщику квитанцию на автомобиль Райана. «Я посмотрела через улицу на ресторан, возле которого я впервые увидела бездомного Кейда». Сердце в груди сжалось. «Давай я провожу тебя до машины», — предложил Райан, беря меня за руку. Мы сделали несколько шагов и обернулись, привлеченные громким возгласом Мелинды. «Беннет, этот человек напал на меня!» Отец Райана, разговаривавший с молодым человеком у стойки парковщиков, повернулся к жене. Когда Мелинда отступила назад, я почувствовала, как моему лицу прилила кровь. Это был Кейт в больничной рубашке и накинутой поверх нее военной куртке. Он явно ничего не понимал и выглядел еще более растрепанным, чем обычно. «Он не причинит вам зла?» Я рванулась к Мелинде. «Ну!» — поморщилась она. «Я полагаю, что в наши дни можно было бы поужинать в дорогом ресторане, без того, чтобы тут же столкнуться с попрошайкой». Я покачала головой. «Уверена, что этот человек ничего у вас не просил», — выпалила я, не подумав. «Он подошел ко мне, чтобы попросить денег», — продолжала охваченная ужасом Мелинда. «Он не умеет разговаривать». «Ты обвиняешь меня во лжи?» «Нет», — ответила я, пытаясь встретиться глазами с Кейдом. После недолгого молчания мать Райана уступила. «Да, он ничего не сказал, но так на меня посмотрел». Она приложила тыльную сторону руки ко лбу. «Он напугал меня». «Ты в порядке?» — спросила я Кейда, забыв о времени, о мести и обо всем остальном. Наши взгляды встретились. Он взял меня за руку. Я не отняла ее. Мелинда ахнула. «Кайли, ты что, знаешь этого человека?» Они с Беннетом стояли на тротуаре, не веря своим глазам и ожидая моего ответа. С тем же успехом я могла бы стоять на аванс-сцене в лучах софитов. Занавес только что поднялся. «Я... я...» Я пыталась найти правильные слова, хотя нет, любые слова. Я чувствовала, что взгляд Райана прожигает мое лицо. Он был обескуражен, встревожен. Два мира столкнулись прямо перед моими глазами. Я могла солгать и сказать, что брала у него интервью для статьи. Я быстро заморгала, отрывая взгляд от Кейда и высвобождая руку из его пальцев. Если женщина может сама разбить себе сердце, то именно это я и сделала. «Нет!» Наконец выдавила я. «Нет!» Я не знаю этого человека. Когда Райан взял меня за руку, в глазах Кейда отразилась моя боль. «Вот возьми, приятель!» Обратился он к Кейду. Пошарил в карманах и вложил ему в ладонь несколько купюр. Я опустила глаза. «Мама!» «Папа!» «Почему бы вам не взять мою машину?» «Я поеду домой с Кейли!» Райан взял ключи от моей машины. Я обрадовалась этому, потому что была слишком потрясена, чтобы сесть за руль. Каждая клеточка моего тела хотела броситься к Кейду, спасти его от еще одной ночи на улице. Но как я могла это сделать, привести его в наш с Райаном дом и продемонстрировать Мелиндии и Беннету, обо всем рассказать Райану? И что потом? С каждым светофором, с каждой милей, приближавшей нас с Райаном к дому, боль внутри меня становилась все сильнее. Я чувствовала себя так, словно только что оставила мое самое ценное сокровище, в надежде на то, что до утра оно так и останется нетронутым. Хочешь поговорить об этом? Все-таки спросил Райан после долгого молчания. Я покачала головой. Когда ты откроешься мне, Кайли? Ты же знаешь, что ты можешь рассказать мне обо всем. Я не стану любить тебя меньше. Я кивнула и отвернулась к окну, смахивая слезы. Город пролетал мимо. Пока.